Приветствую вас, дорогие друзья, братья, сестры, молодежь, гости. Наше сегодняшнее служение воскресное продолжается, и у нас есть возможность еще прославить Господа. Именно иметь это прославление, как мы сегодня слышали, через наши молитвы, через наше песнопение, через нашу жизнь. Две сестры встречаются в воскресенье на том побережье после служения. В Калифорнии очень много церквей. Сегодня можешь пойти в одну, завтра в другую. И они встречаются в магазине, и одна другой говорит, знаешь, у нас, говорит, такое прославление сегодня было. Такое замечательное прославление. Вот, а что в жизни? Я задумался и думаю, наше прославление Бога начнется завтра. Вот жизнь наша, это прославление Бога. Today, tomorrow, понедельник, вторник, среда. Не только в пятницу, как мы сегодня слышали, когда мало людей приходит. Не только в воскресенье вечером, когда мало людей. Этого не хватит нам, чтобы жить жизнью, которая побеждает. А что в понедельник, когда испытания, когда искушения, а что во вторник? Если моя жизнь, нет общения с Богом, как я могу дальше жить, как я могу побеждать? Сегодня на утрешнем собрании мы слышали, сестра Оля рассказывала стих о том, как малыш подошел к маме своей и дает маме все, что у нее в руке было, там разбитое яйцо птичье, от мотылька крылья, молотка часть. И он дает маме, говорит, подержи. И он на сто процентов уверенный, что мама все это сохранит, оно никуда не денется. Это он отдал в руки матери. Наверное, о чем-то о том хотелось бы сегодня побеседовать. Сын подходит к отцу уже взрослый, имея свою семью и проходя через какие-то трудности. Отец говорит ему, тебе надо довериться Богу, доверяйся Богу, молись об этом. Вот в жизни есть какие-то решения огромные. Он говорит, папа, Бог это не джинн, что ты бутылку потер, он вышел и исполнил все, что хотел. Так не случается. Когда мы знаем, что в жизни людей, те, которые христиане, должно быть полное доверие Богу. Мы будем читать с вами два места. Первое место с Нового Завета. Такой дежурный стих Писания, знаете, золотой стих. Римлянам 8, 28. Многие знают наизусть. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы недавно слышали проповедь, брат говорил на эту тему. Буквально остановиться несколько минут. «Притом знаем, что любящим Бога, первое, любит кто Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Две вещи хотелось отметить. К любящим Бога и содействия. Что такое любить Бога? Вот если я сейчас спросил бы, братья, сестры, поднимите руки, кто любит сегодня Господа. Лес рук. Мы все любим Господа. А Христос говорил ученикам, «Так узнают, что вы мои ученики, если будете любить, если будете соблюдать заповеди мои. Узнают, что вы любите Меня, если соблюдете заповеди мои». То есть, чтобы любить Бога, ты должен жить жизнью, которой ты живешь святой жизнью. Ты стараешься, ты соблюдаешь то, что говорит Слово Божие. Ты меняешься, Слово меняет тебя. Если ты живешь такой жизнью, тогда все, что бы ни происходило в твоей жизни, будет все содействовать тебе ко благу. Мы часто обманываемся, когда человек живет, как хочет. Серенький. Вот любимый мой цвет, серый цвет. Жена говорит, у тебя как не вторая рубашка, так все серое. Ну, нравится мне серый цвет. Богу не нравится. Вот он говорит, нельзя быть такое. Вот ты должен быть или горячий, или холоден, да? Содействует. Друзья, что такое содействует? Объясню для молодых. Вот эта приставка, содействует, это значит помогать. Вот ты если что-то делаешь, а я буду тебе содействовать, и мы будем вдвоем что-то делать. Это не значит, что один кто-то что-то тянет. Все содействует ко благу. Я думал, думаю, как бы объяснить какой-то яркий пример, чтобы понятно было, наверное, я отца приведу и сына. И начал вспоминать себя, и думаю, что я могу такого сказать. Содействие. Когда я был малыш, не малыш, мне было лет 10-12, отец научил ловить птиц. Мы ловили птиц. И надо было делать клетки. И он показал мне, слушай, сынок, вот берешь рейки, ты должен их разрезать, да? Потом берешь линейку, должен расчерчить линии, насверлить дырок, ты должен сделать эту клетку. И вот когда у меня не получалось, он рядом был, смотри, здесь надо так, так, здесь надо переплести, ловушку сделать, хлопки. Содействие. Но он видел, что я делал. Я старался к этому. И он подходил и помогал, потому что я уже это делал. Мы настолько хорошо научились ловить птиц, что когда приехали в Америку, даже попробовали это дело здесь. Я вам не советую этим заниматься, потому что поймали мы не птиц, а почти что поймали нас. Когда мы пришли со школы, там уже сидели рейнджеры, засада была в кустах, и мы только к клеткам подошли, нас чуть как плохих террористов не повязали. Вот это есть содействие. Друзья, главный текст Священного Писания, который хотелось бы прочитать, это всем знакомая история из Ветхого Завета. Перечитывая ее опять, просто вот по-другому увидел этот персонаж, этот человек. Давайте откроем Бытие, 24 глава. И мы прочитаем с 15 стиха. Прочитаем с 15 стиха. Вы сейчас сразу поймете, кто это. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Хонора, брата Авраамова, и кувшин на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которую не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тот час спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда она напоила его, сказала, я стану черпать для верблюдов твоих, пока они не напьются. И тот час вылила воду из кувшина, впоила и побежала опять к колодцу подчеркнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Помните эту историю о Аврааме, когда пришло время ему женить своего сына? Он подозвал своего слугу. Некоторые думают, что это был Елеазер, как бы правитель, главный над рабами его. Он все как бы, все знал, где лежит, куда что. И он не молодой был. Там много времени прошло, когда мы знаем, кажется, из 15 главы Бытия. Он подозвал его, говорит, мне надо сына женить. Помоги, обещай мне, клянись мне, что ты не приведешь ему жену из хананеек. Представьте, какую ответственность слуге. Ты сыну своему, для которого обетование, ты знаешь, что от него произойдет народ великий. Ты зовешь слугу, говоришь, давай, это твоя вот дело, должен привезти мне. Он говорит, нет, а вдруг она не пойдет? Он говорит, Господь ангела пошлет своего, пойди туда, приведи. Он поклялся, он положил ему руку на ногу, подстегну, поклялся и пошел. Друзья, что в этой истории, вот просто взрывается, это молитва этого человека. Ну, мы знаем об Аврааме, мы знаем, он муж веры. Мы знаем о мужах огромных, о Иосифе, о Ное, о Моисее. Это слуга Авраама. Ну, посмотрите, как он молится. Если мы читаем раньше, 12 стих, когда он пришел, он не сидел дома, он знал, что ему надо сделать дело. Он взял с собой подарки, золото, серебро. Он нарядил 10 верблюдов. Ну, немало, ну, взял бы два ослика. Иди выбирай невесту. Нет, он сделал свое дело, да? И смотрите, когда он пришел к этому источнику, который, похоже, был в глубине какой-то, потому что, когда она набрала кувшин, она пошла вверх на гору. Остановился там, и смотрите, какая молитва его. И сказал, Господи, Господи Божий, Господина Авраама моего, «Пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с Господином моим Авраамом». Вот первое, что мне вот вылетело сегодня, ну, тебя только послали. Ну, поищи, походи, поспрашивай, какие родственники, с кем можно женить, посватай, да, как там знают друг друга. Он пришел, говорит, пошли сегодня. Ну, дальше это не кончается. Вот я стою у источника воды, дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, которая скажет, пей, и я верблюдам твоим, да, пить. Вот так, которую ты назначил рабу твоему Сааку. Поэтому я узнаю, что ты творишь со мной милостью. И мы читали с вами сначала, еще не успел он договорить свою молитву. Друзья, вы понимаете, что такое напоить верблюда? Ну, вот братья наши, любители ездить на родник, мы тягаем с собой эти баклажки, да, пятигаллоновые баклажки, 20 литров воды. Ну, в среднем, говорят, такой хороший верблюдик от 80 до 100 литров воды пьет. Ну, не просто так говорят, пьешь, говорит, как верблюд. Там 10 верблюдов было. Она пошла наверх, на горы, хочется сказать, Ревека и иди, иди, что ж ты, останавливайся. Он увидел и сразу к ней. Она напоила его. И это просто так, да, господин, давай я твои 10 верблюдов напою. Это молитва дерзкая. Мы, когда молимся, мы, бывает, не говорим вещи, как, ну, как это так, ну, как я такое Богу скажу? Она говорит, давай я напою твоих верблюдов. Вылила то, напоила его, вылила, что у нее было, и пошла черпать, чтобы каждого напоить. Сделала то. Друзья, если мы сопоставим сейчас к кремлянам и бытие, я уверен, что этот слуга, он любил Бога. Ну, не мог Бог так не ответить на его молитву. Я верю, что в его жизни вот этот случай, он, хочешь, не хочешь, содействовал ко благу. Да? Он не сидел на месте. Он видел Авраама, видел Бога его. Он собрал, начал что-то делать, в этот караван пошел, принес эту нужду Богу. И Господь ответил каким-то таким невозможным образом 10 верблюдов напоить. Там не было ошибок. Знаете, задумываясь вот об этом слове, я начал думать о своей жизни. Господи, а как ты отвечаешь на мои молитвы? Как ты отвечаешь на наши молитвы? Когда мне было, наверное, 15-16 лет, мы ходили туда еще в Калвари, в церковь, и там был тот зал, библиотека. У нас были спевки. Тогда брат Григорий, он еще не был пастырем, он махал руками, ну, пели песни. И какой-то был вечер, когда он слово какое-то сказал. Он говорит, знаете, я, говорит, когда иду в Walmart покупать, говорит, брюки, я молюсь. Он говорит, Григорий, наверное, вспомнит сейчас это. Мы думаем, что не всегда слышат наши дети, а они слышат. А я запомнил, это въелось мне в разум. Как он может идти в Walmart? Во-первых, кто там покупает брюки в Walmart? Ну, мы сидим такие, сложившиеся нам по 15 лет, у нас в Томми джинсы, тут с такой лямочкой, красиво, переглянулись с пацанами, думаем, ну, что-то несет он в Walmart. Он говорит, а я молюсь. И говорит, Бог посылает мне то, что я прошу. Вы испытывали в жизни молитву, когда вы Богу говорите свои желания? Когда вы чувствуете, что вы живете жизнью, которая святая? Когда вы убегаете от греха? Когда вы имеете контакт с Богом, молитесь, читаете Слово, вы имеете близость с Богом, и когда молитесь, Он отвечает. Дай попробую. Мы с женой долгое время молились о доме. Нам так хотелось купить дом. Мы 10 лет прожили в Болсбурге. Я никогда не чувствовал, что это был мой дом. Даже те, кто там живут, я ничего против не имею. Хотелось сильно дом, но не было возможности купить дом, потому что по молоду я испортил свою кредитную историю так сильно, что мне 10 лет не могли дать займ купить дом. Друзья, будьте умны с вашими кредитками, с банками, чтобы у вас не были негри в балансе, с ней покупайте машины, за которые вы не можете платить. Не делайте ошибки других. И мы начали молиться, Господи, пошли нам дом. Хочется, чтобы детки росли, не как в инкубаторе, чтобы ты приезжаешь домой. Боже мой, он говорит, хорошо. Я начал желание, говорит, Богу. Господи, хочется дом, чтобы дочь не поменяла школу. Ну, мы знаем, в Стыдкалыч, Скул Дистрикт, хорошая школа. Она ходит в Монтни, Леометрии, хорошая школа, уже ходит туда. Господи, хочется, чтобы школа была. В Стыдкалыч, Скул Дистрикт. Боже мой, всегда хотел дом, чтобы деревья большие были рядом, чтобы в лесу был. Всегда хотел дом, где-то в лесочке. Хорошо. Всегда хотел дом, где можно дома работать. Мы, когда росли в Плезингапе, нас всегда гонял тауншик. Два раза стукнешь молотком, привез машину, то-то всегда приезжает и говорит, так, все, убирай, не можешь ничего делать. Он говорит, хорошо. Начали искать дом. Я проговорил это перед Богом все. Я ему все это сказал. Бог послал дом в бизнес-зоне, где я могу стучать, бить, работать сколько хочешь. Бог послал дом, где граница между Беллофонтом и Стыдкалычем прямо рядом. Мой сосед, он ближе к Стыдкалычу, у него адрес Беллофонт. Я живу за ним. У меня адрес Стыдкалыч. Дочь не поменяла школу. В лесу. Ни большой, ни громила. Но Бог ответил на мои нужды, на мои просьбы. Друзья, все рядом. Валмарт рядом, тюрьма рядом, кладбище рядом. Все, что для жизни надо, все рядом. Далеко ходить не надо. Он отвечает на наши нужды. Мы должны проговаривать это перед Богом. Притчи, 21 глава, 31 стих. Коня готовят на день сражения, а победу гает Господь. Вот возвращаясь назад к этому, содействие. Я молился о доме. Но я же не сидел, сложа ручки дома. Вот Господь просто пришлет. Нет, ты живешь дальше, работаешь, собираешь деньги, чистишь свою кредитную историю, общаешься с риэлтором. Все, сегодня молодые люди часто говорят, ну, хочу жениться, Бог же невесту не шлет. Выйти замуж хочу, нету жениха достойного или что-то. Ну, послушай меня, дорогой друг, если ты живешь жизнью, которая угодна Господу, если ты молишься об этом, Он усмотрит это. Ну, живи дальше. Он не принесет тебе наблюдиться. Вы ездите в поездки, на конгрессы, вы растете здесь, молодежи, общаетесь. Он говорит, ищите прежде Царствия Божия, все остальное, все, все приложится, я усмотрю, я тебе пошлю ту или того. Вот будет брюнет, высокий, или наоборот, короткий блондин. Он пошлет, он хочет, чтобы мы научились его первого искать. Представьте, мы в Пенсильвании живем, у нас вокруг все фермы, да, все вокруг, ну, вы знаете, поля, кукуруза, все. И такой момент, давайте представим, что фермер насадил поле кукурузы, и Бог не послал дождь. Он вроде бы сделал все свое, а дождя не было, и ничего не выросло, все пересохло. Или же наоборот, если ты ничего не делаешь, Бог благословил, послал дождь, послал солнце, все, но если он не вышел и не посадил этот урожай, ничего не вырастет. There are things that we do, и что-то Он делает, содействует вместе, жить в гармонии, в контрасте. Друзья, вот эта история об этом человеке, она вот ставит нас, она очень хороший пример о том, чтобы мы доверялись Богу, чтобы мы говорили Ему о наших нуждах, о наших переживаниях. Когда продолжалось время, и пришло время проводить небольшой ремонт дома, я такой человек, который любит покупать все в объявлении, любит торговаться, что-то найти, и мне надо было поставить дверь в гараж, она была огромная, гараж я построил с высокой дверью, она нестандартная дверь. Я думаю, слушай, ну если Григорий о брюках молится, почему я не могу молиться о гаражной двери? Ну я думал молиться о двери, Боже, пошли мне дверь в гаражную, она стоит 3000 долларов, а у меня их нету. Я молился об этом несколько раз, я проверял объявление, и через две недели, человек 40 минут, живя отсюда, выставил на объявление дверь. Сейчас строители меня поймут. 16 фит на 10 фит. Она нестандартная, и я хотел с окошками. Господи, хочу с окошками дверь, чтобы можно было смотреть в нее, когда кто-то подъедет. Через две недели человек выставил дверь на крекс-лист, 16 на 10 с окошками, и купил за 300 долларов. Есть вещи, сферы в нашей жизни, куда мы Бога не пускаем. Понимаете, нам кажется, что вот это я могу сделать без Бога. Господи, вот ты здесь, вылечи меня, вот болезнь сильная, хотя веры бывает не хватает, да? А вот эти мелочи, казалось бы, что-то, мы просто, God, I can handle it myself, да, я сам здесь разберусь, ну что я буду об этом? Он говорит, хорошо, разбирайся сам. Если мы живем жизнью, inter-act, если мы взаимно с Богом, Он во всем хочет, как родитель, как отец, я смотрю на своего сына, я хочу знать все о нем, какие у него уроки, какие у него учителя, какие у него интересы, что он хочет заниматься, чем он хочет делать, когда он вырастет, он хочет знать о нас все, но мы не все говорим Богу. Когда случилась трагедия в Америке, в школе, зашли тогда люди, эти ненормальные, которые перестреляли студентов, и очень много, мы знаем, было вот этих щурень, перестрелок в школах, да? Кто-то высказывание написал, говорит, «Боже, для чего ты допустаешь столько зла, горя в наших школах?» И написал ответ, как будто бы Бог, God's answer, говорит, «Because I'm not welcome in schools anymore». Он говорит, «Потому что меня из школ выгнали». Когда, вы понимаете, к чему я иду? Бог хочет быть везде в выборе нашей профессии, в выборе наших супругов, в выборе нашей работы. Мы должны доверяться, открывать Ему это и жить жизнью не теплой, не серой. Мы должны гореть для Бога. Если я буду жить, как попало, и я упал, сломал ногу, ну, все случается к лучшему или на все воля Божия, не надо обманываться. Благословит нас Господь, друзья, в этой предстоящей неделе. Открывать Богу нужды свои, говорить их и жить жизнью, достойной, называться христиан, испытывать Бога, и Он будет отвечать и помогать нам в наших молитвах. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok